Общественный резонанс в сети вызвали публикации депутата Слободской городской думы Константина Смолева. Народный избранник выложил несколько постов о возможном нарушении в сфере закупок топлива муниципальным предприятиям Теплосервис. Сообщаю, что МУП Теплосервис, учредителем которого является администрация города Слободского, закупает мазут по цене 31 079 рублей за тонну. Самостоятельно сделал запрос цен на мазут с доставкой и без в город Слободской. Смотрите сами, какие реальные цены сегодня. Что называется, почувствуйте разницу. 31 079 рублей за тонну и 8 600 рублей за тонну. А мы удивляемся, почему у нас тарифы такие высокие. В ответ Слободская администрация сообщила, депутат, выдвинув обвинение, не обозначил несколько позиций. Например, закупка, о которой идёт речь, и размещенное ценовое предложение имеют разницу в 4 месяца. Тогда как на топливном рынке цены изменяются чуть ли не ежедневно. Подробно о том, как формируется тариф и как по закону организуются закупки топлива, глава города рассказала на очередном заседании Думы. Юридическая служба МОК Теплосервис направляет запросы о ценовом предложении на текущую дату потенциальным поставщикам топлива. Обязанности отвечать на данный запрос у потенциальных поставщиков нет. Поэтому направляется 7-10 запросов, но получить в ответ должны как минимум 3, чтобы сформировать начальную минимальную цену контракта. Если не получается 3 коммерческих предложения получить, значит берутся предложения из интернета, в том числе с сайтов торгов, товарно-сырьевой биржи, город Санкт-Петербург. На основании полученных ответов формируют начальную минимальную цену контракта. Затем объявляют конкурс на сайте госзакупок. Минимальный срок подачи заявок – 7 дней. Заявки на бумажном носителе в запечатанном конверте поступают в юридический отдел предприятия. А затем конкурсная комиссия вскрывает конверты. Часто компании-участники конкурса направляют своих представителей на процедуру вскрытия конвертов. Таким образом, до момента заключения контракта в среднем проходит полтора месяца. Цена за это время, конечно, может поменяться несколько раз. Какие условия конкурса обозначает муниципальное предприятие «Теплосервис»? Первое – доставка топлива до котельных транспортом поставщика. Второе – отсрочка платежа 60-90 дней. Третье – качественные характеристики предоставляемого топлива. По факту наши поставщики ждут оплаты поставленного топлива в течение 8-14 месяцев. Летом никаких поступлений у нас у предприятия нет. С учетом того, что было размещено коммерческое предложение компании «ООО «Флагман плюс», наше предприятие также направило запрос, по какой цене они стали бы поставлять нам топливо на наших условиях. Те три пункта, которые я сейчас озвучила, ответ – только по предоплате. Для покупки по предоплате необходимы свободные средства, которых у предприятия нет. На протяжении последних четырёх отопительных сезонов цена топлива, заложенная в тарифе, и цена на рынке сильно отличаются. Так вот, в 2018-м периоде, первый проблемный год, цена мазута в тарифе была 16 938 рублей за тонну. Средняя цена, сложившаяся на рынке – 25 965 рублей. То есть разница на одной тонне мазута – 9 027 рублей. 2022 год, когда собирались с вами чуть ли не еженедельно, цена мазута в тарифе – 17 886 рублей. Средняя цена, сложившаяся на рынке – 39 954 рубля. Разница – 22 068 рублей на одной тонне. Подобные скачки периодически наблюдались и в сфере закупок угля. Правительство области в курсе ситуации, говорят местные власти. Однако регион не может влиять на формирование цен на рынке топлива. Зато компенсирует часть расходов. Убытки теплосервиса за четыре отопительных периода составили более 319 миллионов рублей. Компенсировано более 228 миллионов. Однако финансовая ситуация остаётся трудной. Причиной тому – некомпенсированные убытки в размере 91 миллиона рублей и долги населения – 62 миллиона. Поэтому закупать топливо по предоплате предприятие не может. Слобожан интересует и другой вопрос – почему тарифы для населения в рамках одного предприятия разнятся? Это действительно так. Слобожане платят от 2939 рублей до 4920 рублей в зависимости от микрорайона города. Например, 2939 рублей – это тариф, в котором дома на улице Ломоносова. Когда-то они отапливались в ведомственной котельной спиртоводочного завода. Когда завод перестал существовать и отопление этих домов перешло на баланс муниципалитета, то закон-то федеральный о том, что на 4% только может повышаться тариф у населения, он был не отменён. Поэтому тот тариф, который был при СВЗ, увеличивается на 4%. Так и по другим моментам, которые с этим связаны. Наконец, слово дали, собственно, инициатору вопросов о закупках топлива. Напомним, Константин Смолев – юрист по образованию, однако до конца разобраться в этой теме не смог. Тому есть объективная причина, говорит депутат. Друзья, во-первых, я никого не увожу в заблуждение. Во-первых, я сделал запрос у Михаила Викторовича Будина, исполняющего обязанности директора МОК «Теплосерий». Получил ответ, ответ такого содержания, что на часть вопросов о предоставлении копий документов, шифровывающих и показывающих конкурсную документацию, договора поставки и подтверждающие документы о прохождении топлива, получении топлива, получил отказ. Я не смог достоверную и правдивую информацию найти. В частности, начал только проверять 2022 год и нашел такую закупку. Я решил посмотреть итоговый протокол. Думал, подгружу, посмотрю, кто купил, на какие условия купили. И подгружаю протокол, а там протокол у нас оказывается от 17 ноября 2021 года на покупку угля. Вот он у меня тоже приложен, я могу вам передать. Кто-то мне может пояснить? Также, опять же, сходим на сайт, да, и где информация по заявочке проваливается туда. Срок оплаты поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг, 7 рабочих дней. То есть, срочка не 30-60 календарных дней, как вы сейчас все здесь заявляете, а вот согласно сайту 7 рабочих дней. Народный избранник сформулировал депутатский запрос. В нём он просит разъяснить, по какой цене и у каких поставщиков теплосервис закупал топливо, а также ждёт копии конкурсной документации, договоров о поставке топлива и документов об исполнении этих договоров, копии паспортов качества. Коллеги запрос поддержали. Остаётся ждать дальнейшего развития событий.